Всем бонджорно! В эфире Катрин Марон. Для тех, кто со мной еще по каким-то причинам не знаком, я певица, ведущая и организатор свадеб в Италии. Но сегодня мы будем говорить не о свадьбах, мы будем готовить! ДИКОЕ ЖЕЛАНИЕ ДИКОЕ ЖЕЛАНИЕ ГОТОВИТЬ ПЕЧЕНЮШКИ Сегодня я покажу вам свой эксклюзивный рецепт шоколадного печенья. И мы будем с вами потом вырезать разные формочки, звездочки, елочки. В общем, будем создавать себе новогоднее настроение. На самом деле, обычно я записываю видео для вас, но это видео я записываю для себя, чтобы в следующем году посмотреть этот рецепт и сделать все аналогично, потому что он реально получился нереальным. Вы очень-очень порадуете своих любимых и свои щечки. Смотрим рецепт, как можно сделать круто шоколадное печенье. Итак, мы берем скалку, разминаем шею, потому что перед готовкой нужно быть в отличном форме. И берем весы. Если вы сегодня с утра взвешивались и вам не понравилась эта цифра, то не взвешивайте себя, взвешивайте еду. Мука 300 грамм. Насыпали. Забыли о всех муках, которые вас преследовали в этом году. Очень важно следовать четко рецепту, чтобы все ингредиенты были взвешены. Тогда у вас получится идеальное вкусное печенье. Я не знаю, как так получается, но в каждом сладком десерте мне постоянно попадается какао, какао. Ну, видимо, судьба у меня такая. Смешали какао вместе с мукой. Взяли ложечку и все перемешали. Разбили яичко. Не простое, а золотое. Вылили в мисочку. Топ-ла. Туда же к яичку 150 грамм сахара. Я добавляю коричневый. Наши печень коричневые и сахар тоже полезный коричневый. И 4 грамма белого порошка. Ну, ванилина, вы же поняли. Его так мало. А запах стоит. Аж домой приятно возвращаться. И последний ингредиент, который нужно добавить вот в эту вторую миску, это масло. Вообще в рецепте написано всего 200 грамм. Но мой муж, он обожает, когда печенье, ну, прям такое вот вообще сливочное. Поэтому я добавляю чуть больше. Ну, где-то 230. Вот так вот. Вот такое масло я туда не добавляю. Я сначала его топлю в микроволновке. Вы скажете, как можно утопить микроволновку? В микроволновке же разогревают. Ну, вот масло можно. И после чего я буду его туда сейчас добавлять. Покажу, как это делается. Нежное. Оно растаяло. И добавляем его вот сюда в миску. И вот так просто выливаем. Просто так гораздо удобнее его мешать, чем если оно будет твердым. Ну, кому это надо? Теперь миксером все это дело взбалтываем. Главное, не сидя на платье. Ну, и теперь настал тот самый главный момент, когда у нас из этих двух штук получается тесто. Вот эту жидкую штуку мы вливаем вот в эту сухую штуку. Тут, по-моему, все ясно. Даже показывать особо не надо. Вот так. Люк-люк-люк-люк-люк-люк-люк. И ложечкой начинаем все перемешивать. Пока мешаешь тесто, можно накачать руки. Тесто готово. Но чтобы из него делать печеньки, нужно, чтобы она немножко затвердела. Поэтому я поставлю его на 5 минуточек в морозилку. У меня есть разные формочки. Идеальными формочками будут вот такие формочки. Если у вас нет формочки, берите маленькую рюмочку, и у вас будут просто круглые печеньки. Тоже прикольно и отличный вариант. У меня есть вот такие вот звездочки. Это я не знаю что. Рыбка, которая, она же елочка. Почему-то и здесь было две. И, конечно, сердечко. Сердечко. А вот это вот... Я долго думала тоже, что это такое. Может быть, это какая-то игрушка на елку. В общем, вот на таких потом получившихся печеньках очень классно писать имена. Потому что она длинная получается, печенька. Еще у меня есть вот такая формочка. Но это настоящий ад. Потому что здесь печеньки не получаются. Они залипают вот в этих штуках. И разделять их крайне неудобно. Поэтому вот это просто в мусор. Улетело. Итак. Первое, что мы делаем. Ковру. Или лепешку. Делаем... Берем какой-то шарик, который у вас помещается в руке. Вот. Лепите его. Ничего сложного нету. Может даже сделать как ребенок, так и муж. Разминаете рукой. А теперь вот как массаж. Водите вот так вот по тестам. С калочкой. И тесто должно быть максимально тонким. Ну вот это вот мой раздач. И так. Я начну с сердечек. Ставите его в тесто. Вот так. Хоп-ла! Сейчас покажу большим планом. И вот так его двигаете. И оно отлипается. Получилось пять сердечек дальше, что мы очень нежными движениями рук убираем излишки теста. Бросаем его туда-обратно. Оно нам сейчас пригодится дальше. И таким образом у нас получается сердечек. Возможно, кто-то делает по-другому. Но у меня вот такая вот ювелирная нежная работа. После этого эти сердечки я руками, ну не ногами же, я руками, пальчиками беру в ручки и перекладываю на противень. Я вырезала все печеньки. Вот получилась у меня такая палитра. Сейчас я поставлю это все в духовку. И, внимание, мы ставим духовку на 180 градусов и ровно на 8, ну или на 9 минут. Но не больше, иначе ваши печенюшечки просто подгорят. Вот, а так они прям получатся кайфовыми. Прям, я даже назвала эти печенюшки, печенюшка 8-ми минуточка. Ну что, 8 минут прошли, доставим печенье. Чем, блин, надо доставать? Йом-йом! Аюта! Аюта! Вот это подстава! Надеюсь, что они не подгорели. Нет. Фух! Успела. Потому что, если сделать больше 9 минут, то они будут черными, а не коричневыми. А так идеально. Сейчас главное, чтобы они остыли. И после этого будем на них рисовать. Кстати, обратите внимание, что у меня осталось еще прилично много теста. Это еще на такую же порцию печенья и еще на половину такой же порции печенья. Что с ним сделать? Я его заверну в бумагу, на которую я его раскатывала, и поставлю в холодильник. И завтра снова его быстренько выпеку. И мой муж будет есть свежее печенье на свой итальянский завтрак. Теперь переходим к уроку рисования глазури. Будем разукрашивать наши печенюшки. На самом деле, это очень-очень просто. И для этого нужно всего 3 ингредиента. Сахарная пудра, белок от яйца и ложечку лимона. Итак, яйцо нужно взбивать аккуратно. Потому что нам нужен только белок. Ну, если в первый раз не получится, то можно, в крайнем случае, взять еще одно яйцо. Вот так вы перекатываете. Перекати яйцо. И отделяете желток от белка. После этого мы его взбалкиваем. На высокой скорости. Видите, что было? И вот, что получилось. Взбалкивала я, наверное, минуты 3. Теперь мы сюда добавляем сахарную пудру 100 грамм. У меня здесь 125 грамм. Соответственно, я просто чуть-чуть туда ее не добавлю. Останется как запасной вариант для чего-то еще. И последний штрихочек для глазури – это лимон. Я просто выдавливаю туда немножко лимона на глаз. Вообще, нужно 1 чайную ложечку лимона. Ну и все. Контрольное взбалтывание. Минуты на 2. На большую скорость. Эй, эй. А вы ничего не подумаете. Такого? Это формочка. Так, куда мы сейчас будем добавлять глазурь? Потом будем рисоваться. Главное, аккуратно ее перелить. Наливаем туда глазурь. Кстати, глазури этой хватает на огромное количество печенья. Ну что, печеньки уже остыли. Прежде чем рисовать, я, конечно, сделаю пром. Ну что, ребята, они такие вот внутри немножечко мягкие. Снаружи такие немножко хрустящие. Сейчас еще глазурь будет и будет овща. Просто бомба. Украсили все глазурью. Глазурь, кстати, очень быстро остывает. Поэтому буквально каких-то полчасовиков и это можно уже есть. Это очень вкусно. Я буду готовить это в следующем году, перед Новым годом. Но один момент. Много не рекомендую готовить этих печенюшек. Потому что весы потом начнут показывать плюс 1, потом плюс 2, а потом плюс 5 килограмм. Поэтому готовьте редко, но метко. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И желаю попробовать испечь эти вкусные шоколадные печеньки. С вами была я, Катрин Моро. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И я вам запишу что-нибудь еще интересненькое. И обязательно напишите в комментариях, получилось у вас или нет. Получилось или нет. До скорой встречи. Я же забыла сказать самое главное. Чтобы печеньки получились, нужно включить мою песню Катрин Моро «С Новым годом». Слушайте. Субтитры сделал DimaTorzok Волшебство. На душе отличная погода. Я счастливая сейчас. Я тебя поздравлю с Новым годом. И на год вперед благословлю. И скажу тебе я по-простому. Я тебя люблю. Мы как ангелы летаем выше неба облаков. Об одном с тобой мечтаем создавать любовь. Я тебя согрею взглядом, подарю тепло. Ты со мною будешь рядом, прошлое прошло. Я тебя поздравлю с Новым годом. И с тобой станцую много раз. На душе отличная погода. Я счастливая сейчас. Я тебя поздравлю с Новым годом. И на год вперед благословлю. И скажу тебе я по-простому. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Субтитры сделал DimaTorzok